С вами сегодня я Илья Калашников на волшебстве керамики. Здравствуйте! И мы в лаборатории керамики в магазине 6-й конус смотрим и выбираем разные стеки и из карбид вольфрама инструменты для проточки, обточки и всяких разных манипуляций с горшочками. И не только. Здравствуйте! Главная боль керамиста, когда изделие пересохло. Пропустил момент, когда оно хорошо точится. Поэтому показываю. Карбид вольфрам справляется с этим. Конечно, точится не как по маслу. Когда глина еще кожа твердая. Но шанс исправить форму очень большой. Чуть позже я покажу вам, как протачивать красную глину в кожатвердом состоянии. И мы посмотрим ассортимент резцов и не только. Отдельно у нас есть на канале несколько видео про проточку. Зачем она нужна? Не только выбрать с донышек место под глазурь. Поищите эти видео. Но, например, проточкой можно исправлять форму изделия. Особенно, если смачивать поверхность. Стачивать слой и опять смачивать. Можно достаточно уверенно врезаться в сухую глину. В том числе в глину с песком. Такой лайфхак срабатывает иногда и с обычными петлями, если смачивать поверхность. Но их приходится чаще точить. И когда обычные петли не справляются. Когда кажется, что глину уже не проточить. Резец из карбидовольфрама доказывает обратное. Глиняные опилки, конечно, пойдут на вторичную переработку. Я их размочу, подсушу. И можно будет заново выкручивать новый горшок. Кстати, приезжайте овладеть гончарным делом за 5 дней на очную программу. А если вы умеете крутить небольшие изделия, повысим, углубим и расширим ваши умения. Подробности в подсказке и по ссылке в описании. И поставьте палец вверх этому видео, если вам тоже нравятся летящие глиняные чешуйки. Очень медитативное занятие протачивать горшочки. Для сравнения. Недорогая петля из мягкого металла. Она толстая, потому что ее не сделать тонкой. Металл очень мягкий. И угол заточки не сделать острым. Из-за своей мягкости петля очень быстро тупится. И основное ее предназначение – точить, конечно же, влажную глину. Видно, что петля скребет поверхность и иногда может немножко что-то соскрести. А чаще всего, конечно, нет. Вернемся к карбидовольфраму. Очень удачно, что среди инструментов есть резцы с разной формой. Для ножки я беру резец с округлым кончиком и формирую ножку с чередой выступов. Это нужно, чтобы она своей формой останавливала глазурь, если та решит потечь вниз на ножку. Эти и другие нюансы мы изучаем подробнее на моем пятидневном глазурном курсе, который позволит сэкономить вам кучу времени, денег на эксперименты и материалы. Ссылка на него также в подсказке и в описании видео. Остатки глины, конечно, обратно в размочку и переработку. И точим фарфор. Именно для него Алексей Сергеев, марка Поттерихаус, привез эти резцы из Китая изначально. Точим, чтобы утончить изделие, убрать с него отпечатки пальцев. Для округлых форм подойдет резец с округлой формой. Фарфор точится великолепно. Глиняная стружка так и летит, как снег. Это, кстати, кружка-кумочка, которую я сделал в сюжете про фарфор из той самой горы Гаолин. Каолин, в честь которой назван, который привозят в Россию марка Поттерихаус. Фарфор плохо прилипает к диску, поэтому будьте осторожны или используйте специальные устройства для обточки или проточки. О таких устройствах мы ни разу не говорили на нашем канале, но одно у меня есть. Напишите в комментариях, если хотите на него обзор. Напишите в комментариях, знаете ли вы о способах крепления изделий к гончарному кругу при проточке. Надо сказать и о недостатках резцов. Главный недостаток, как это ни странно, то, что они острые. Можно обрезаться. Это тот случай, когда профессиональный инструмент нельзя давать детям, а надо убирать в коробочку после работы. И второй недостаток. Такие резцы нельзя ронять на кафельный пол. Твердость соседствует с хрупкостью. И можно, как это ни странно, разбить резец. Будьте осторожны и не роняйте резцы на пол. Особенно на керамический. Обратите внимание, насколько удобно иметь в своем арсенале несколько видов резцов. Вот и до ножки я добрался. Как вам такая древнерусская форма кружки, кумочки, фарфори и с ножкой? Ну и красная глина из родных земель. Посмотрите, как идет стружка. Прямо как точатся карандаши. Резец, в отличие от петель, хорошо отбрасывает глиняную стружку. Так что та не прилипает обратно к горшку. Кстати, это тоже боль керамиста, которая решается резцами. При работе с петлями глина иногда прилипает обратно к горшку. Ну и еще одна возможность при работе с резцами. Посмотрите на это великолепие узоров вибрации. Виброузоров. Так их назовем по-русски. При определенном положении резца он начинает вибрировать и создавать на поверхности провалы. Проедать глину. Петлей этого добиться сложно. Очень хорошо видно, как виброузор наносится при замедленной съемке. Посмотрите, просто потрясающе. Ну и давайте аккуратненько залащу поверхность горшочка камушком, чтобы не затереть рельеф. Посмотрите, какая красота. Именно лощение живой глины делает керамику волшебной. Проточку также мы практикуем на моей пятидневной интенсивной программе. Овладеваем гончарным кругом и горшковыми формами. Давайте посмотрим ассортимент инструмента в магазине. Инструменты от Терихаус. Это наш новый поставщик инструментов, который часть инструментов производит собственноручно в России. И не только инструменты, но и материалы. Например, он производит сам гонозис. Это такое вещество на основе пчелиного воска, которым обрабатывают пористые керамические изделия, для того, чтобы они не впитывали влагу, если вы не хотите их гонозуровать. Или вы можете, например, донышко тарелок, не гонозурованное, гонозисом обработать, и оно тогда не будет воду набирать, если оно у вас излишне пористое получилось. Также можно дерево обрабатывать этим гонозисом, очень удобно. Помимо гонозиса, собственно, Поттери Хаус производит вот такие стейки ручной работы. Они поставляются из разных сортов дерева, множество сортов дерева, которые он выбрал. Они отличаются своей мягкостью, цветом, запахом, всем чем угодно. Нам вот очень понравилось дерево африканское бубинго. Оно такое красное, красивое, на мой взгляд, я выбирала. И имеет твердость и прочность, поэтому прослужит вам долго. У стеков есть разные формы, множество разных форм. Вы можете посмотреть на нашем сайте все. Здесь мы выложили не все, а просто вот, чтобы вы смогли представление какое-то общее получить. Сделаны они вручную, это важно, потому что есть некоторые особенности. Ровность спилов, например, вот под нужным углом для гончарного дела это очень важно. И это один вид инструментов. Второй вид инструментов этот производитель производит в Китае. И чем примечательны эти резцы из карбидо-вольфрама? Тем, что они крайне острые и твердые. У них есть даже два вида сплава. Один супер твердый, вы можете у нас на сайте посмотреть. Один просто очень твердый. Острота и долговечность позволяют не только декорировать керамику, но и долго обтачивать ее. Вот как китайцы формуют фарфор на гончарном круге. Они его делают сначала толстым, потом изделие толстым, потом обтачивают до супер тонкой толщины, супер маленькой, с помощью вот таких вот резцов. Если они не будут очень острыми, тогда фарфор тонкий просто будет и ломаться, и такими вот кусочками соскрябываться. Поэтому обратите внимание на качество инструмента для обточки. Но помимо обточки можно декорировать, можно узоры наносить, дырочки проделывать. Поэтому инструментов этих тоже очень много конфигурации. Вы можете выбрать под свой вкус и цвет, точнее под свои цели и задачи. Итак, мои итоги по резцам. Корбид вольфрам незаменимый инструмент и должен быть в каждой мастерской. Тем более сейчас он стоит совсем не космических, а вполне земных глиняных денег. Ссылка на приобретение внизу в описании. А если хотите узнать о резцах подробнее, как они появились в России, почему не стоит покупать их на Алиэкспресс, что еще используют китайцы для обработки керамики, смотрите вот это секретное видео с Алексеем. В общем доступе его нет. И приезжайте ко мне лично в мастерскую, а также приобретайте наши видеокурсы, чтобы плавать в мире керамики, как рыба в воде. Чтобы реализовать себя в керамике на все 100%. А с вами был я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. До скорых встреч!